Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 января 2018 года, вторник, по одному из старинных, десятый день, месяц в юг и стужа, 7526 лет от четверик. Языковедение и происхождение современных языков. Это тема сегодняшнего эфира и исказитель Михаил Волк. Здравия тебе, Михаил! Здравствуйте! Языковедение. Понятно, то, что ведает о языках, а вот происхождение современных языков – это такая тема научного доклада, может быть, диссертации. Ты с какой точки зрения хочешь рассмотреть языковедение? Какое-то альтернативное, стандартное, которое ученые нам говорят, это безьян, там все это пошло, научились сначала мычать, потом какие-то звуки произносить членораздельные, и из этого появились все языки. Так, какой-то древний язык, а потом уже все разлетелось на какие-то древние языки. Или у тебя какая-то есть своя собственная версия? Есть версия, которая объединяет много других разных версий, и в ней присутствуют как научные аспекты, так и аспекты очевидного, если уже говорить о этимологии, которая видится очами. И то, что мы сохранили в наших славянских языках, то наследие, которое действительно можно развить и показать большому количеству людей, что именно та образность, та слоговость, которая у нас сохранилась, она во многом проистекает именно от первичного языка, который по моей концепции, по моей теории некогда существовал на планете Земля, и на котором говорили, в принципе, все высокоразвитые, высокодуховные существа. Это важно понимать, потому что это язык именно просветленных обитателей Японии. Ну что ж, тогда не будем тянуть время. Предоставляю тебе микрофон. Начинай. Как мы все знаем, существует в этимологии, в традиционной науке, понятие проиндоевропейский язык, или же просто индоевропейский язык, который, этот термин, он обозначает мифический, по представлению официальной науки, язык, у которого произошли другие языки, и корни которого сохранились в многих других языках, включая, опять-таки, славянскую группу языков и, конечно же, санскрит. Упоры я вот в докладе буду делать именно на санскрит и на славянские языки. Я объясню, почему. Потому что, по моему мнению, именно эти языки сохранили образность и сохранили структуру, которая была присуща праве языку, и которой, в принципе, заложили творцы того, что мы сейчас видим вокруг нас. Творцы в целом экосистемы планеты Земля, и творцы, собственно, людей, как вида, как Homo sapiens. И именно этот язык был дарован свыше, опять же, по моей теории, я объясню вкрасно, почему и как, для того, чтобы люди научились вибрационно соответствовать вибрациям высших плотностей, из которых этот язык, собственно, и пришёл. То есть, по сути, мы имеем дело с языком, на котором говорил космос и говорит до сих пор, и который является одним из универсальных ключей к постижению истины, как zip-архив, да, можно сравнить с zip-архивом на компьютере, в котором зашито очень многое, нужно лишь подобрать ключики, нужно лишь подобрать какие-то пароли и ключи, чтобы его разархивировать и распаковать. На самом деле, такие zip-архивы есть и у нас тоже, у всех нас есть в генетике, в нашей ДНК-спирали и, конечно же, в нашей крови. Это именно зов рода, это память рода, это память наших предков, которая до поры до времени, пока мы её не сумеем раскрыть в полной мере, она будет храниться как библиотека RAR или библиотека zip с аналогией, вот если брать компьютер, да, вот, и именно образный язык, да, ну, оговорочка, что сейчас мы не сможем, скорее всего, восстановить полностью тот язык, который был, мы можем лишь догадываться, но, однако, существует прямая связь и прямые очевидные вещи, которые показывают, что все языки некогда были едиными. Если мы эту связь сможем установить, да, если мы сможем в разных языках увидеть единые корни, единые слоги и единую вибрационную именно основу, и, конечно же, с пониманием того, что каждый звук, он обладает своей уникальной вибрацией, и особенно гласные звуки, которые во всех культурах всегда считались священными звуками, и которые, ну, к произношению которых всегда в древних культурах относились бережно. Поэтому мы сейчас имеем, кстати говоря, согласный костяк слова, который во многом может быть схожим, но отличается слово по признаку именно наличия разных гласных, гласящих звуков, потому что есть согласующие, то, что связывает гласящие, гласящий образ, раскрывающий образ или какое-либо понятие, раскрывающие тот уровень вибрации, который заожен в гласящий звук. Вот, и есть согласные, да, есть вот эти именно гласящие. Например, Есть слово кентавр, известный поучеловек-пауконий из греческой мифологии. Есть слово китоврас. Китоврас — это в славянской мифологии тот же самый, поучеловек-пауконий. Вот, разница в чём? Внешне эти слова, эти два слова, они не похожи вообще, но это только внешне. Если мы возьмём по согласным остов или костяк слова, ну, в будущем, для простоты можно назвать остов слово, то мы получим в случае кентавра КНТВР, ну, если по звукам КНТВР, если взять китовраса, мы получим КТВР, те же самые согласные, только без согласной Н. Но разница лишь в том, что кентавр и китоврас имеют, опять-таки, разные гласные. Поэтому внешне они не похожи, но обозначают одно и то же понятие и, по сути, являются одним и тем же словом. Вот. И на этом принципе построена, в принципе, ну, вообще вся лингвистика и все современные языки. То есть первичное слово, которое звучало определённым образом, а, как правило, там ещё были буквы, которые не произносились в нос, например, или, например, буква, которая осталась так же самая в буквице «ядь», которая одновременно была средней между «е» и «и». То есть это особые буквы, которые в урезанном современном варианте они не сохранились. И вот именно это слово, которое содержало определённые гласящие, да, очень мощные, вибрационные, которые структурировали пространство, которые могли помогать структурировать других людей вибрационно, да, именно эти гласящие, они разделялись впоследствии на гласные звуки, которые слышали люди тех или иных культур, впоследствии взявших это слово за основу и сделавших, собственно, из него язык. Например, если мы возьмём любые украинские и русские слова после реформы Луначарского, то мы увидим, что буква «ядь», которая читалась как «и», она в случае украинского языка переходит в «и», а в случае русского языка она переходит в «е». Например, хлеб в русском языке превращается в «хлиб». Девушка превращается в «дивчина». Свет превращается в «свитло». И этот закон, он, в принципе, работает для всего. То есть я, когда увлекался именно старославянским, праславянским языком, я даже писал лекции, писал конспекты, ну, мне просто было это интересно. И для проверки, есть ли там «ядь» или «нет», я именно применял это правило. И очень хорошо это работает в том случае, если ты знаешь два языка, украинский и русский. Ты можешь сразу сопоставить, ты можешь найти по первичной отмотке старославянский язык, который, в свою очередь, является уже родственным ближе к санскриту, который, в свою очередь, уже является ближе к, собственно, к проиндоевропейскому языку, который есть в лингвистике. Вот. И если вот копнуть дальше, то, по сути, германские группы языков, да, английский, тот же самый язык, он во многом очень схож или практически уникален, практически такой же получается, как старославянский. Почему? Потому что, если мы возьмём наш старославянский язык, да, и немножечко его видоизменим, обрежем и выкинем какие-то вот окончания или прибавим какие-то вот звуки, которые имеют специфический окрас за счёт местности, в которой проживает то или иное племя. Ну, конкретно я говорю сейчас про букву «Д», которая, ну, по факту является дефектом речи, и любой логопед может об этом сказать. Но в Англии это является нормой, потому что это по определённым историческим причинам закрепилось уже. Есть версии, что это, ну, цинга была, и не было элементарно, ну, гнили зубы, и выпадали, и поэтому была вот эта вот шепелявость и вот это вот деканье, да. Вот, есть версия, что просто очень агрессивные были англосаксы, постоянно дрались, и опять-таки у них, ну, речевой аппарат именно издавал вот эту именно букву «Д». Есть также версии, что один король, он, говоря на старославянском, у него тоже так же самые были дефекты речи, и так как это говорил король, то это закрепили как официальный язык. Ну, как бы версий много, но суть такая, что дефект речи, он стал, по сути, основополагающим в языке. И теперь, когда, можно просто сказать, букву «З», по этой причине наши все люди, они «З»кают, они «З»кают, потому что тип мышления уже другой, потому что трудно перейти на дефект речи, когда у тебя его нет. Вот. Это одна из причин, почему английский язык не очень-то легко дается нашим людям, но легче дается европейцам вообще, европейцам, да, вот, потому что у них похоже, есть дефекты речи, как, например, картавость в французском, да, у них, ну, буква «Р», у них по этой же причине выговаривается плохо, потому что дефект речи, он закрепился на социальном уровне. Так вот, и если взять конкретно английский язык, то мы увидим очень такие интересные вещи, которые можно исследовать, можно пронаблюдать, и можно, сопоставив, выявить, что, по сути, вот, конкретно английский язык, это очень такой вот обрезанный, видоизменённый старославянский язык. А если мы копнём ещё глубже, то мы найдём ещё корни в латыни, и там тоже выясняется, что корни все общие, вот, как ни странно, с старославянским языком, и что тоже ноги, в принципе, растут всё из того же проязыка. Ну, вот, например, есть слово у нас «невер», да, нашему человеку, как бы, на слух с первого взгляда непонятно, что это такое. Но если мы его просто разберём по слогам, потому что язык наш слоговый, то получим слово «неверь». По сути, «невер» обозначает «никогда». «Никогда не верь» и «просто не верь», ну, согласитесь, это по смыслу очень отображает суть этого слова. Или, например, если мы берём слово «хаос», да, «дом», то мы очень легко, на слух, сможем найти аналогичное слово в нашем языке. Это слово «хозяин». А слово «хозяин» и слово «дом» — «хаос», ну, как бы, связь очевидная в целом. Вот. И таких примеров очень много. Возьмём слово «толк», да, у нас есть слово «толк», «толковать». Что означает «толк»? В целом так и означает «говорить», «толковать». Возьмём слово «скрайб», «писать», и получим наше слово «шкрябать», «скрябать», чертить что-либо на поверхности там. То есть раньше, когда бумаги не было, как раз таки «скрябать». Да. Вот. И, например, слово «брейв», «храбрый». Именно в старославянском и в современном русском, украинском, да, стало слово «бравый». «Бравый», «храбрый», «храбрый». Слово «гуд», «хороший», совершенно очевидно перекликается с нашим словом «годный». То, что «годно» к употреблению, оно, в принципе, так и пишется. «Го-от», только с удлинённой «о». Это пример, когда слова удлиняются. Если говорить о том, как слова укорачиваются и обрезаются, то можно, например, привести пример со словом «цел», да, вместо слова «клетка», да, мы получаем перестановку гласного и согласного «л» и «е», ну «кле», «клет», «кел», «цел», да, и окончание «к» отбрасывается. Мы получаем, на первый взгляд, опять-таки не связанное никак со словом «клетка», слово «цел». И таких примеров, в принципе, очень-очень и очень много. Так же само есть чёткое правило перехода звонких согласных в глухие согласные. Это правило тоже общей лингвистики, когда одни и те же похожие буквы, ну, конкретно речь идёт про буквы «д» и «ты», про согласные «д» и «ты», потому что они образуются очень похожим образом, и их очень легко спутать, если слово слышится на слух. То есть, например, слово «мад», «хрязь» на английском языке, является ничем иным, как наше слово «муть». То есть наше слово «муть», которое на слух и пишется через «т», буква «т» переходит в «д» и получаем слово «муд», которое так и пишется «муд», только уже с звонкой согласных, то есть с согласной «д». Ещё есть правило очень интересное, замены, опять же, сходных по произношению согласных, как «ф» и «ф». Если мы возьмём английские слова с «ф» и просто поставим туда букву «п», мы получим вполне себе старославянские слова. Например, слово «flame», «пламя», просто поставляем букву «п» и получается «пламя», «пламя». Если мы, например, берём слово «флот», всем известный «флот», мореходство, сразу ассоциации, поставляем букву «п», мы получаем слово «флот», то, что в целом понятно для каждого нашего человека. Или, например, слово «фу», «полный», мы подставляем «п», получается «пул» или «пол», которое является, опять же, укороченным и обрезанным словом «полный», «пулный», «фу». И вот таким способом можем отмотать до первичного слова, понять, что есть старославянский аналог этому. И конкретно мы ещё можем найти это же слово, ну, не всегда, конечно, но бывают очень часто в латыни, похожие слова с такими же корнями и, конечно же, в санскрите. Опять же, не всегда, потому что язык был проязык очень богатейший и очень такой образный, да, и в разных традициях, в разных языках он разделился на определённые фрагментики, на определённые кусочки, которые при правильном подходе, при правильном собирании вместе даёт понимание о том, как это вообще действительно включает работу по ушаре элементарно. потому что недавние исследования показывают, что вот конкретно санскриты и славянские языки максимально полно активизируют работу двух полушарий и именно их синхронизацию и активируют слаженную работу в мозге. Если говорить по позиции вибраций, то мы, очевидно, имеем такую закономерность. Чем богаче язык по признаку разнообразия гласных и согласных, тем большим количеством вибраций плодает этот язык. Если мы говорим, связываем это со звукотерапией, с резонансом, с частотами, которые могут воздействовать на человека, то мы понимаем, что при произношении определённых последовательностей звуков, а особенно при пропевании их, идёт непосредственно лечебное и положительное воздействие на организм как свой, то есть это первичный голос. Я уже упоминал в прошлом эфире про то, что голос — это первичное самое, что нам дала природа для того, чтобы себя гармонизировать, для того, чтобы исцелять себя. Так же самое мы можем работать с другими людьми. Если язык действительно богатый, содержит большое количество как звонких, так и глухих согласных, а также гласных, то в целом, просто произнося и просто говоря на этом языке, мы уже включаем в работу очень многие аспекты гармонизации как себя, так и других, так и окружающего пространства. Вот почему в целом я называю ещё второе название проязыка — вибрационный язык, потому что он плодает определённым набором, богатейшим набором вибраций, способными исцелять, гармонизировать, лечить, и также раскрывающим образность и образы, которые стоят за определёнными слогами, за определёнными символами. Вот вкратце моя концепция такова. Хорошая концепция, хорошая. Если ты изложил тему, давай тогда, наверное, перейдём к вопросам от наших радиослушателей. Напоминаю, вопросы мы принимаем из чата Народного Славянского радио, из чата канала YouTube, youtube.com.slavradio, и на нашем сайте есть чат www.slavradio.org и там ищите слово «чат». В эфире Народное Славянское радио. Поехали! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 30 января 2018 года вторник, по одному из старинных календарей «Десятый день месяца в юг и стужи» 7526 лета четверик, языковедение, происхождение современных языков, автор-сказитель Михаил Волк. Мы переходим к разбору вопросов и реплик, которые появились в чате Народного Славянского радио slavradio.org slavradio одно слово и на нашем канале YouTube. Те сообщения, которые появлялись, также рассматриваем youtube.com.slavradio Первый вопрос не по теме, не буду его задавать. Второй вопрос от Владимира Измытищ. Здравия, Михаил. Однажды давным-давно человек оказался на развилке пути. Налево пойдешь – использовать язык. Направо пойдешь – не будешь пользоваться языком. Что мы сейчас имеем в результате использования языка? Мы думаем словами и терминами, которые используем в языке. Это сильно ограничивает и путает мысль. И это вполне очевидно. Мы не понимаем иностранцев, мы даже с трудом понимаем наших сограждан из других социальных слоев. Мы построили техники и процессы, которые описали языком и которые умножим и с помощью языковых инструментов, документации, программирования и так далее. Упростили язык до двух логических составляющих. Да? Нет. И конца, и края бедам не видно. Почему человек не повернул в другую сторону? Почему человек не отказался от языка? Что было потеряно нами на том повороте? Была потеряна телепатия. Телепатия не только между людьми, но и междвидовая. А может быть, была потеряна возможность общения вселенского масштаба? Было потеряно осознание во всем спектре человеческих чувств, восприятий? Язык – фатальная беда для человека. Тупик. Тюрьма сознания. Что с этим делать? Ума не приложу. Что делать? Может быть, язык – это зараза какая? Ну, для человека, который уверен, что это тюрьма, да, можно просто не говорить и пытаться посылать мысли другому человеку посредством телепатии. Вопрос в другом. Если мы смотрим в прошлое, да, и думаем, что было бы, или же мы живем здесь и сейчас, мы принимаем реальность такая, какая она есть, и мы понимаем необходимость языка, если смотреть в глобальном масштабе, потому что телепатией обладают именно высоко, очень развитые существа, которые способны вибрационно передавать этот язык. Это очень высокие уровни просветления, и таких существенных понятий Земля, по моему мнению, нет вообще. Поэтому голосовые связки, которые у нас есть в человеческом организме, ну, значит, они просто так, и они только для того, чтобы отмениваться, например, сигналами, вскрикиваниями и так далее. То есть, ну, мне кажется, что на данном этапе развития нужно восстановить хотя бы образность того, что было, и уже потом говорить о телепатии. Потому что, опять же, подчеркну, телепатия — это очень такая высоко вибрационная штука, которая основывается на разрешении всех эмоциональных проблем, которые есть у человека, на принятии в целом того, что он живёт здесь и сейчас, и что у него очень много проблем, да, и в непрежимном развитии в более какие-то высокие плотности, где уже возможна телепатия. То есть, ты считаешь, что нам необходимо сначала всё-таки вернуться к корням, к истокам, к образности языка, а потом переходить на телепатию? А почему невозможно, на твой взгляд, совмещать вместе язык, например, и телепатию? В принципе, гипотетически это возможно. Вопрос, какой процент людей действительно обладает телепатией, и как это выяснить на самом-то деле. Ну, то есть, конечно же, можно развивать телепатию, но сейчас на Земле конкретно я практического применения этому не вижу. Именно сейчас в данных реалиях, потому что мы все, которые осознаём происходящее, мы осознаём то, что происходит, то мы вынуждены работать в определённых реалиях, вынуждены проводить какие-то знания, какую-то информацию, живя уже в условиях определённых. Тем более, что на самом деле славянский язык — это дар. И то, что мы родились здесь, это тоже считают даром, потому что тут сохранилось, и при должном подходе мы можем выйти на тот тип мышления образный, чтобы затем внедрить телепатию. Просто вопрос, я ещё раз повторюсь, какое практическое применение сейчас телепатии, когда очень много людей находятся на совершенно разных уровнях вибрации, для того, чтобы как-то сплотить людей и как-то объединиться, просто посылать им телепатические сигналы, они их просто не примут, и они не поймут их. Поэтому не проще ли это сделать с помощью языка, с помощью позитивных намерений, которые вложены в каждое слово, и позитивных вибраций, которые мы можем конкретно передать, потому что на самом деле слово, оно, как известно, может и убить, но и может излечить. И больше даже не слово, а именно сама вот вибрация, из которой это слово произносится. Есть, например, известный эксперимент, как структурироваться капля воды в зависимости от слов. И самое всегда интересное, что я замечал во всех передачах, которые я смотрел на эту тему, все повторяют одно и то же, что когда говоришь слово «Гитлер», то вода там, вот капец какая, чёрная там, и нету никаких крестов. Когда говоришь слово «мама, любовь», то структурируется. Вода не знает, кто такой Гитлер, чем он известен и что он делал. Вода знает, с какой эмоцией это было сказано. То есть так же самое любое слово, так же самое на наш счёт матерное, отрицательное, хотя это даже не матерное. Матерные слова — это вообще не то, потому что есть бранные слова, которые применялись на поле брани, есть матерные, которые слово «матерь» — материнские. Совершенно другие понятия. Важно, с каким посылом мы энергетическим это говорим. Если мы в эту вибрацию вложим энергетик, определён, то это и будет настоящая телепатия, телепатия энергетическая. Как умение, как навык это можно развивать, просто должно быть понимание, для чего это. Вот моя такая вот позиция. А, конечно, да, совмещать это можно, и, я думаю, нужно, если это получается, если это выходит. Хорошо. Но вот здесь Владимир написал, что было время, когда человек стоял на развилке. Как ты думаешь, такая развилка вообще была, или это, ну, как-то так, свобода мышления Владимира? Мне кажется, что вот люди, которые находятся в вибрации физического тела, когда-то они умели телепатии, но всё равно, как бы, тело было спроектировано таким образом, чтобы выражать свои чувства, эмоции, также посредством языка, посредством вибрации, посредством всё того же проязыка, который был. Ну, это моя, честно, такая позиция, потому что всё в нашем организме очень хорошо и чётко продумано. Это самовосстанавливающаяся система, очень умная, очень разумная, умеющая распределять ресурсы таким образом, чтобы всё функционировало слаженно. Нам нужно только отдать условия и помочь ему для того, чтобы это, ну, хватить в жизнь. Вот. А если мы уже имеем колоссовые связки, если мы имеем речевой аппарат, если мы имеем специально сконструированные, в принципе, ну, то есть элементарно возьмём уши, да, барабанные перепонки, разве они спроектированы только лишь для того, чтобы слышать крик зверей или там крик, ну, то есть какую-то опасность, которая там лавина приближается. Если мы так говорим, мы как бы говорим о том, что это первобытные какие-то моменты, и мы сводим всё к официальной науке, да, чтобы первичные люди, мамонты, там, опасность, инстинкты и так далее. Вот. Если мы говорим о чём-то уже более таким высоком, то в целом наш организм, именно наше вот тело, которое вот сейчас современное, оно, вот, по моей, опять же, позиции, по моей версии, оно спроектировано для того, чтобы мы могли выражать посредством речевого аппарата, посредством вибрации, посредством языка, вот. Ну, недаром же тоже, кстати, часть тела называется язык, да, в нашем-то языке, потому что, ну, по сути, язык, да, вот, тоже играет очень важную роль в формировании конкретно согласных гласных звуков, и это часть конкретно речевого аппарата. Поэтому сразу раскрывается образ этого понятия. Язык как часть орган тела, да, язык как, собственно, вибрационная составляющая, посредством которой, ну, соединение согласных-гласных, посредством которого можно выражать свои мысли и донести эти мысли другому. Потому что, ну, все люди, всё равно, они не могут, в принципе, обладать телепатией. У каждого свой этап развития его физического, духовного и вообще развития. Поэтому все одновременно телепатией пользоваться не могут. Элементарно для тех, кто вот, просветлённые учителя человечества, которые приходили и давали какие-то знания, информацию, вот, они только телепатией не смогли бы передать ничего, не смогли бы, придя в Индию арийцы, да, они бы не смогли и части этих знаний передать индусам, для того, чтобы эти знания были потом записаны на санскрите, да, и сохранились до наших времён. Ну, и на поверку оказывается, что это оказывается с севера, пришли опять-таки белые, высокие, голубоглазые люди со светлыми волосами, принесли эти знания. Ну, и понятное дело, что они передавали это не телепатически. Скорее всего, это было под диктовку, это записывалось. Эти знания, они просто были обличены в форму языка, для того, чтобы была, ну, доступность была тем людям, которые это записывают, чтобы им помочь. Вот. Поэтому я говорю именно про практические цели. Если мы говорим о помощи другим, особенно тем, которые не могут принимать телепатически, и давайте признаемся честно, кто из нас это может сейчас на данном этапе делать. Ну, понятно, если это развивать, конечно, но в целом, да, вот именно практическая польза максимально кратко, лаконично и образно передать то, не исказив при этом суть, да, передать то, что ты хочешь выразить. Вот. Для этого именно нужен язык, нужен образный язык, очень важно, да, и нужно понимать, какие слова ты произносишь, следить за словами, следить, какие именно ты употребляешь словосочетания. Это тоже очень важно. Хорошо. Я бы хотел еще Владимира Змытища уточнять, что он имеет в виду под развилкой. То есть, был, видимо, какой-то по его представлению уровень развития, которого достиг человек, и после этого он встал, или, может быть, наоборот, деградация, и он встал на этой развилке на своем пути, чтобы уйти или вправо, или влево, когда написано. Вот. Мне интересует, что имел в виду Владимир. Здесь какой-то библейский вариант происхождения человека он берет, или это космически, когда мы сюда прибыли, и здесь уже виды изменялись, и дошли до того уровня, что перед нами стал вопрос, как дальше? Телепатически общаться, или, может быть, уже переходить на язык? Или какой-то, может быть, смешанный, может, какой-то генетически там измененный, а может быть, по Дарвину. Хочется всегда более конкретных уточнений, потому что, если нет уточнений, то как можно отвечать на вопрос, который конкретно ставится, но без конкретных вводных. Стеша А. Вопрос в эфир. Каким образом сохранился санскрит в русских глубинках? И как советское образование не подавило его? Спасибо. Ну, в вопросе содержится очень много ответов, потому что, действительно, я так понимаю, что это имеется в виду о том, что мордвяне, да, конкретно, и российские глубинки, некоторые этнические народности России сохранили конкретно произношение даже и корневую основу санскрита. Это действительно факт, который уже, в принципе, доказан, и все просто всплескивают руками, удивляются, как это может быть, да очень просто может быть, опять-таки, по причине вот этого разделения и по причине того, что некогда с севера же был принесен этот язык, пра-язык, который разделился на санскрит, а потом уже, видоизменившись, превратился в старославянский язык. То есть он, по сути, вернулся назад, смешавший санскрит, смешавшись с пра-языком, превратился в старославянский. Но первично-то он был принесен конкретно севера, об этом все легенды Индии повествуют, и об этом прекрасно знают все искусствоведы, филологи и так далее. Вот поэтому это, ну, мне кажется, неудивительно и по случайной такие закономерности, в кавычках, да, эти именно области находятся на севере России. Вот поэтому, ну, тут ничего такого странного, как по мне, нет. Стеший, а почему в Советском Союзе не давили его, как думаешь? Вообще была такая задача давить? Ну, в Советском Союзе, помимо основной политики индустриализации, все равно сохранялась политика уважения этнических и национальных мотивов. Насколько я это могу знать, я сейчас в Советском Союзе, да, но то, что я знаю по истории, то, что я сам изучал, то именно цели и вот эта идея объединения, это было очень круто в Советском Союзе, и объединение разных народов, разных народностей, и сохранение их идентичности и уникальности. Я думаю, именно по этой причине как бы, ну, не трогали там. понятно, что там вот реформа Луначарского, да, там, сделала свое дело, но именно какие-то народные традиции, мне кажется, элементарно люди не дали бы себя в обиду, мне так кажется. И поэтому плюс политика, которая уже пошла, скорее всего, при Сталине, вот, что сохранение и какое-то вот, как сказать, ну, да, сохранение наследия, которое есть. Вот, мне кажется, так. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Чем больше гласных в языке, тем он совершеннее. Вот такое мнение. Ну, да, по сути, да, я говорил, почему. Просто, что, опять-таки, в нашем русском, современном, в украинском, очень много гласных этих не осталось. Не осталось там носовой, вот это «э», да, которая была, она тоже, если мы возьмем по пению, да, это, определенный обертон и определенная вибрация, опять-таки. В латыни осталась буква «ае», такая «ае», да, которая так и пишется. Она еще осталась в английском, как транслитерация, если мы переводим какое-то слово, да, в английский язык. Вот как оно читается с этой «ае». Эта же буква отображается написанием в буквице, как «ежа», самая последняя буква «ае». вот, и, собственно, эта буква, она была, вот сейчас она утеряна, получается, да, вот в наших языках. Ее нигде нет, кроме латыни, потом еще есть, по-моему, в Исландии, да, вот эти вот языки. Ну, в целом, так и все. И таких гласных, в принципе, пооставалось. Есть группа языков вот восточных, я не помню, как точно они называются, там есть даже определенные ударения и определенные скрашивания этих гласных. То есть, там есть мягкое гласное, твердое гласное и различные вариации. И для каждой этой вариации есть свой значок, который пишется вверху или внизу, в зависимости там от позиции в слове. И как бы тоже это очень интересно. То есть, в каждом языке, по сути, осталась частичка этого вот проязыка. Если мы говорим о каком-то базисе, да, то, несмотря на то, что наши языки на данном этапе развития не очень урезаны, они сохранили самое главное, это слоговость и корни, вот, которые, в принципе, были. Вот. Если мы возьмем то же самое Овесту, да, которая, это древнее, чем санскрит, мы видим общие корни мама-папа, брат-род и так далее, которые присутствуют сейчас в нашем языке, что говорит уже об общности, об том, что конкретно это было из... Ну, само название Веста, да, уже содержит там небезызвестный корень Веста или Весть, или... Ну, много ассоциаций сразу приходит, конкретно, что это напрямую язык связан тоже с праязыком, который уже произошел, собственно, впоследствии старославянский. Поэтому, да, действительно, восстанавливая гласные, да, определенные по разным языкам, это именно должна быть работа просто исследовательская на самом деле. Потому что чем дольше ты изучаешь это и тем больше окунаешься в этот мир, тем больше понимаешь, что очень из многих языков можно почерпнуть информацию, можно восстановить эти мозаичные осколочки и собрать в целях повышения уровня осознанности, повышения вообще вибрационной составляющей языка, да, и элементарно, ну, если не говорить на этом языке, то пробовать с ним работать в вибрационном плане, то есть петь определенные гласные, которые можно найти, вот, и воздействовать вот таким вот образом. То есть это должны быть энтузиасты и должны быть люди заинтересованные об этом, скажем так, потому что есть вещи действительно настолько очевидные, что, ну, иногда странно, как этого не видит там официальная наука, да, или большинство людей, ну, то есть у нас под носом такой вот огромнейшее наследие, которое, к сожалению, оно не ценится и выражается больше как, ну, для выражения, используется для выражения каких-то низменных позывов, гнева, ярости, они используются для гармонизации, для исцеления, для оздоровления, для принесения вот любви в этот мир. Ты вот музыку привёл в качестве примера о том, что вот в музыке разные есть сочетания звуков, которые не употребляются, как правило, в обычной речи, а есть языки, где очень много взято, как кажется, из музыки, то есть есть звук, который вот для европейца произносится одинаково, но в зависимости от того, куда он направлен, например, вверх, или вот здесь на уровне носа произносится, или на уровне горла, они, оказывается, имеют совершенно разные значения. Ну, например, это у вьетнамцев и лаосцев очень хорошо развито. Я предполагаю, что наш древний язык, в котором были буквицы как раз в полном диапазоне, они соответствовали также вот этим вот представлениям. естественного произношения. Естественное произношение то, что вот в музыке, если взять, например, женский тембр и мужской. Женщина, ей очень легко поддается фальцетный вариант, горловой вариант, но не очень хорошо грудной. Мужчина может во всех трех диапазонах исполнять и грудной, он может использовать, он может и использовать горловой, и фальцетный он может использовать, то есть все три. У женщины нижний не всегда хорошо прорабатывается, это немножечко противоречит структуре женского устройства голосового аппарата. Поэтому я думаю, что основные были, это те, которые вот произносились на кончике языка, те, которые говорили в нос чуть, и туда фальцет. Вот эти буковки специально, мне кажется, были убраны или разобраны по славянским языкам, поэтому и сейчас остались осколочки в разных наречиях славянских языков, которые, если вместе собрать, то появится вот эта самая картина древнего проязыка, ну, хотя бы приближённая. Да, совершенно верно. Ещё очень интересно то, о чём ты говоришь, подтверждение, это то, что народное пение, этническое пение, и, кстати, не только славянское, оно именно поётся в нос. То есть, носовые вот эти вот обертона, это именно, как по мне, просто отголосок очень древнего обертонного пения, которая именно техника исполнения вот такова, что ты находишь резонатор, то есть, нос выступает как резонатор, и ты усиливаешь резонатором носа и резонатором верхней части черепа собственно обертона. И это имеет очень целительное воздействие. И вот эта вот манера пения в нос, как по мне, это именно прямой отголосок вот этого знания, которое было. Потому что обертонное пение это одно из самых, самой мощной вообще техники по звукотерапии. Это то, что конкретно из моих наработок. Да, когда вот я проводу какие-то занятия, и там стоит вопрос развития речевой аппарат у тех, кто находится в группе, вот там проводится прогуживание. Прогуживание не так, как просто распевка в хоре, а прогуживание с использованием всех частей голосового аппарата и грудной, и горловой, и обертоновой части. И люди с интересом наблюдают, как у них, например, начинает звук идти, казалось бы, через ухо, то есть ухо начинает вибрировать. То есть они в черепную коробку подают звук и начинает ухо вибрировать, удивляются. Кончик носа вибрирует, понятно, там, да, переносится, вибрирует, тоже понятно. Можно себе положить сюда пальчик и почувствовать, что вибрация идет. А вот как ухо вибрирует, получается не у всех. Если правильно прогуживание делать, то открывается тогда и легкие открываются, и горло открывается, гортань открывается, и нос открывается, и черепушечка вся открывается, еще и уши начинают звенеть. Так интересно наблюдать за открытиями у людей. А это все помогает потом в дальнейшем правильно пользоваться голосовым аппаратом, чтобы правильно передавать. И не только ведь в гласных это все отражено, еще и разная подача звуков в согласных. Ну, к примеру, можно сказать там Е, можно Г, можно Г. Казалось бы, Г, 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 но в разных, оказывается, языках вроде бы звучит Г, но в древнесловенских в праязыке это могли быть три совершенно разных звука, которые вставлялись именно в нужный момент. То есть не только гласные по-разному звучали, но еще и согласные. Ну да, да, совершенно верно. Александр, вопрос в эфир. Как считает сказитель? Как и откуда появились слова про языка? Может нам стоит обратиться к этим корням? Санскрит, к примеру, производный от этих корней? Да, это совершенно верно. Это именно корневая структура. Как пример можно привести слово, ну это очень многообразное понятие, но я попытаюсь. Есть слово у нас витать, витать в воздухе, да, есть слово вить, есть слово виток. Видите, виток связано конкретно с вышиванием, с придением и означает по сути навевать или свивать нитки, посредством нитки, да, всякие узоры, вышивать и делать структуру ткани. Также есть в английском языке слово white, которое означает слово белый, белый цвет, да, white. Имеет те же самые согласные, как я уже упоминал, да, структуру. Имеет со словом вить, виток и навевать. Как связано витать, вайт и вить? Оно связано таким образом, что по сути вот этот корень вт, вит, ват, вет, он связан конкретно со спиралью, связан с витком, да, потому что мы говорим виток, пружинный виток в спирали, да, вот. И он связан конкретно с, опять-таки, вибрационной структурой мироздания. Почему? Потому что даже если мы возьмём вибрацию, да, колебание от этой вибрации и переведём её из двухмерной плоскости в трёхмерную, то мы получим не волну, а получим спираль. В четырёх измерениях это будет торсионное поле, спираль, которая закручивается сама в себя, ну и так далее. То есть дальше измерения мы как бы не можем постичь своим умом. Но вот этот именно принцип спирали, да, он сохранился в образном понимании этих, ну, на первый взгляд, опять-таки, несвязанных слов. Или же мы берём слово вита. вита это на латыни означает жизнь, что тоже очень показательно и образно можно рассмотреть с позиции того, что виток развиваться, развитие, да, опять-таки, мы видим это слово вить, вот, и мы видим, что жизнь именно развивается, вьётся и веется, да, потому что веет, как ветер веет, да, и это именно передвижение связано с движением, с развитием, то есть белый цвет, white, да, конкретно подразумевает, что это первичный цвет, первичная вибрация, энергия, которая движет этим всем, по сути, это энергия Творца, это энергия Бога, которая стоит именно за вид, white, виток, за развитием и за витой жизнью, то есть мы имеем многоуровневый такой образный пакет, тот самый RAR, который я, ну, я постарался просто по корням это всё сделать, у меня сейчас сразу картинки пошли, я, к сожалению, опять-таки, не могу передать картинки, но если сесть над этим и так просто попытаться не умом это понять, а чувствами, то, возможно, откроется очень такой большой пласт информации. Если мы дальше идём, мы видим слово ветка, и существует понятие ветки реальности, существует понятие ветка как ответвление от основного древа, и мы видим, что есть основное white, это Творец, у которого есть много веток, опять же, вт, тот самый корень вет, ват, вид. Именно эта ветка, есть ветка временная, есть ветка пространственная и так далее. Именно эти ветки, мы понимаем, что их может быть большое количество. На этом основана, по сути, теория струн в физике, и на этом основана теория случайных чисел, вероятностей и параллельных измерений. То есть, что мы живём не единожды, а мы одновременно занимаем очень много измерений и пространства. Вот, наше сознание, высшее наше сознание, но распределяет себя одновременно, находясь за пределами времени и пространства, оно распределяет себя одновременно во множество веток, которые, опять-таки, являются витками, которые развиваются, развиваются по принципу развития. Вот. Если мы пойдём ещё дальше, мы обнаружим слово «спираль». Что такое слово «спираль»? Вот этот корень «спир», он идёт ещё из санскрита, который конкретно обозначает наше понимание слова «спираль». Если мы возьмём английское слово и латинское собственно слово «спирит», то мы поймём, что слово «дух» «спирит» — это не что иное, как та самая «спираль», которая, опять-таки, движет всем пространством, всем живым существом. Ну, всё, всё, что мы видим, оно развивается по спирали, оно имеет спиралеобразную форму и именно таким образом оно функционирует. Опять-таки, это сложно донести просто к речевым языковым аппаратам, но если мы понимаем образность нашего языка, мы понимаем, что сразу после того, даже что я сказал, я уверен, что что-то начнёт проясняться у многих слушателей и начнут существовать какие-то картинки, образы, я так думаю, и, скорее всего, так оно и есть. Это простейший пример, и таких примеров можно приводить очень много. Как можно связать латынь, английский, французский, санскрит, старославянский и получить в куче такую очень объёмную, многослойную, многоуровневую структуру, которая именно прочувствуется и которая заходит образом. Автор себя назвал «Печёнка трески», пишет тебе. А вот ты знаком с работами Платона Лукашевича и со славянской чарамутью? Конечно же, я знаком, я с этого начинал, я очень уважаю этого прекрасного человека, который первый, ну, как по мне, он первый действительно показал структуру и законы чарамутья и вполне себе это сделал, как по мне, научно. И, конечно же, я очень уважаю его мышление, его подход к языкам и его корнисловы, так называемые корнисловы, которые показывают именно то, о чём я говорю. Я очень рекомендую слушателям найти корнисловы. У него есть несколько корнисловов, корнислов латинского языка, корнислов английского, по-моему, у него есть языка, вот, и ещё какого-то языка, по-моему. и он там конкретно показывает, каким образом, переставляя гласные, согласные, меняя корни, обрезая язык, обрезая корень или как-то его вращая, да, можно до неузнаваемости изменить первичное, исходное какое-то слово. и поэтому, ну, для меня это гениальный человек и очень показательно тоже, что он жив и работал в Киеве. Вот, это ещё один такой вот прям вдохновляющий фактор для того, чтобы я в этом направлении, помимо моих других направлений, работал и исследовал этот вопрос. То есть, земляк тебя вдохновляет? Конечно. Идем дальше. Валентина Запрудина. Реплика в эфир. Голосовые связки ещё и для того, чтобы петь. Мне сразу вспоминается, помнишь, анекдот про боксёра, когда девушка спрашивает, да чего вам голова? Он так головой вправо-влево, а вот то, чтобы вот так вот водить, чтобы в репу не заехали. А ещё для чего? А ещё что вперёд-назад? А это для чего? Ну, чтобы тоже не попали. А ещё для чего? Ну, глаза там, чтобы смотреть, куда бьют. Понятно. Ну, ладно, хорошо. Поворачивайся, он... Ага, я ещё вспомнил. Я ещё в неё ем. Так вот, да, голосовые связки для того, чтобы петь. Конечно, голосовые связки универсальны. Если мы говорим, например, про животных, к большому удивлению обнаруживаем то, что немногие животные могут говорить, как человек. Есть языки, которые человек не понимает. Например, у дельфинов, у летучих мышей, которые находятся в таком диапазоне звучания, который человек не может уловить. Или они так быстро произносятся, как будто бы некий шифр, который тоже мы расшифровать не всегда способны. И наш язык для многих животных непонятен. Но есть животные, которые нас прекрасно слышат, например, те же собаки, кошки, которые между собой вот так вот не разговаривают. У них это, как правило, жесты, у них, как правило, мимика, это у них, как правило, телесные какие-то движения. Но они слышат, они запоминают простейшие слова, они на них реагируют, они реагируют на интонацию, то есть там уже получается такое достаточно сложное взаимодействие человека с животным, ну, с той же собакой, например. Но с другой стороны, собаки между собой, вот как мы, не общаемся. У них есть повизгивание, у них есть лай, у них есть поскуливание. То есть очень-очень все упрощенно. Если бы, к примеру, эти животные, так же, как человек, были созданы когда-то, то вполне возможно, если они генетически нам близки, что тот, кто их создавал, может быть таким же образом и предусмотрел бы там речевой аппарат. В сказках животные разговаривают на человеческом языке или говорят по-русски, да, в сказках часто мы слышим. Но при этом задается вопрос, если у них нет голосового аппарата, каким образом они могли разговаривать с человеком? Вполне возможно, что, вот сейчас такую я вбрасываю теорию, вполне возможно, что на самом деле человеки расы имели возможность говорить и на том языке, который нам близок, то есть используя тот речевой аппарат, который у нас есть, в то же время общаться с животными, используя телепатию и совмещать где-то и так, и так. К тому же ведь известно, что наши предки вполне хорошо общались с другими представителями, ну, скажем так, не человеческого вида, которые здесь живут, то есть сущностями, не используя речевой аппарат, а используя телепатию, мысль. Также известно, что наши предки взаимодействовали со своими родичами на других планетах, не перемещаясь при этом, оставаясь на своей земле. То есть, как бы так, телепатически поговорили, практически не используя никаких устройств. Есть множество способов общения, которые у человека не закрыты, которые может он использовать. Но почему не получается у всех? И вот тут еще одну теорию такую я вбрасываю. Вполне возможно, что совмещенный формат общения был доступен именно тем, кто сюда прибыл из космоса, нашим предкам. А вот тем, которые создавались здесь на земле, которые генетически воспроизводились или пришли из других родов, вполне возможно, что там или телепатия, или язык, или какие-то жесты были. К примеру, ученые, когда находят какие-то ископаемые останки похожих на людей существ, они говорят, что эти люди или не могли говорить, или говорили, но вот как-то так не совсем нам бы было это понятно, как они говорили. Такой полусвист у них бы был и так далее. Хотя вполне вот человекообразные существа. То есть, на мой взгляд, здесь было множество представителей различных цивилизаций, различных родов, генетически созданных, модифицированных, или тех существ человекообразных, которые здесь, ну, скажем так, с точки зрения управляемой эволюции появились. И у одних было лучше развито, например, телепатическое, как вот показывают, инопланетяне прилетают, они не разговаривают, они посмотрели на тебя, тебе понятно, что они от тебя хотят, ты посмотрел на них, им понятно, что ты говоришь. Другие только могут говорить, и телепатически тебя не понимают. Кто-то не может вообще говорить только на уровне жеста и свиста, к примеру, а кто-то мог использовать то, и другое, и третье. Вот я предполагаю, что высокоразвитые существа, сущности, человекообразные, наши предки, которые сюда прибыли, они могли обладать всеми этими возможностями. Но наступил такой момент, когда что-то по каким-то причинам или было перекрыто, поскольку известно, что мозг работает не на все 100% современного человека, и в дальнейшем он откроется, и у нас что-то появится дополнительное, или каким-то образом было что-то внедрено, для того, чтобы увести на сторону, о чем писал Владимир Измытич. То есть, теорий огромное количество, и, как говорил один персонаж, есть над чем подумать. Ну, очень все в точку сказано. Я так же сам поддерживаю, то есть, я не отрицаю, что было все одновременно, вот, просто то, что я говорил ранее, на данном этапе развития, практическая польза этого, вот и все. То есть, конкретно, да, к этому нужно стремиться, к этому нужно идти, и мне кажется, что если ты естественным образом развиваешься, оно будет тебе открываться, ты будешь разархивировать свои данные естественным, природным образом, не пытаясь чересчур, там, сверх каких-то способностей. Если оно тебе нужно, оно у тебя появится, этот дар, да, который уже в тебе есть, что во всех нас уже есть все, что нужно. Мы просто должны к этому найти ключи, найти этому применение. Потому что принцип какой? Если это тебе не нужно, это атрофируется. Если или же это еще не раскрыто, а на данном этапе, в данный момент времени ты это не используешь, да, то зачем тебе вообще этот дар и зачем тебе эта способность? Поэтому вот такая моя позиция. А так, то, что я озвучил, это очень все в точку. Александр, реплику в эфир запускает. Мы пользуемся телепатией с близкими людьми и единомышленниками. Бывает достаточно взгляда или движения глаз. Это в упрощенном виде, но все-таки есть. И дальше Александр Краев. Влияет ли на развитие и мировоззрение то, на каком языке говорит человек и в какой степени? Совпадает ли язык мысли с языком, на котором разговариваем? Разница в мысли между нами и иностранцами? Это уже в принципе исследовано, этот момент, что действительно язык, на котором ты говоришь, напрямую влияет на взаимодействие с окружающим миром и на тип мышления. Конкретно именно образность это именно тип мышления, по которому ты можешь структурировать слова. Потому что конкретно сейчас украинский, русский, белорусский они тоже не являются суперидеалом для того, чтобы говорить о том, что это идеальный язык, на котором можно говорить и все будет хорошо. Есть очень много факторов для того, чтобы помочь развиться человеку. Один из них язык, славянские языки, именно для того, чтобы постигнуть и открыть, что у нас под носом огромное наследие, мы можем этим пользоваться, мы можем эти знания раскрывать в себе. Прежде всего, все, кто какие-то знания доносят, они по сути помогают эти знания открыть в людях, которым они это доносят по принципу резонанса. То есть, если это информация, человек считает, что он её не знает, но она у него зашита глубоко внутри, человек извне говорит эту информацию, по принципу резонанса это как один из ключиков открывает доступ к архиву. И человек думает, да, конечно, это так и есть. Он чувствует всеми фибрами души, хорошее выражение, всеми фибрами души чувствует, да, вот, и он понимает, что это затронуло его и что это он уже знает, что он это когда-то знал, он и сейчас это знает и будет знать, это всегда, это знание незыблемо. Просто, что в этой жизни, да, так как вот идея реинкарнации, идея превоплощения по соглашению, скажем так, мы всё забываем благополучно и та информация, которую мы уже знаем, она просто раскрывается в нужное время, в нужном месте. вот, и это, ну, сейчас это происходит конкретно по влиянию извне, то есть, если кто-то говорит какую-то информацию, она нам откликается, резонирует, мы её прочувствуем и понимаем, что нам не нужно было даже это слышать, мы и так это знаем, просто нам помогли, нам создали условия для того, чтобы эта информация всплыла, для того, чтобы эта информация на поверхности была, вот, и мы могли с ней работать. Ну, то есть, влияет на мировоззрение то, на ком человек говорит языке. И дальше, совпадает ли язык мысли с языком, на котором мы разговариваем? Это очень хорошо видно на примере вот Украины, да, когда человек говорит, ну, думает на русском языке, говорит на украинском или наоборот. То есть, это сразу слышно, это сразу, ну, сразу понятно, да, что человек определённым образом даже на схожих таких языках, ну, когда-то они были вообще одним. И человек просто начинает переводить как Google-переводчик. Я называю это Google-переводчик в моей голове. Когда я пытаюсь что-то рассказать на английском, вот, то у меня просто включается такой последовательный слов, который присущ русскому языку, да. Так же самое человек, у которого родной язык украинский, который говорит на русском, это сразу как-то вот неестественно на слух воспринимается, потому что, опять же, стоит Google-переводчик в голове. Это связано с чем? Это связано, во-первых, с порядком слов, во-вторых, со словообразованием, да, и конкретно с принципом построения вообще слова, да, то есть, если мы берём английский язык, то там идут определённые приставки, вот, то есть, по сути, ну, есть определённые префиксы, да, но богатство именно нашего языка по сравнению с английским, ну, это несравнимо, вот. И любое слово, так же самое в английском языке, можно разделить и понять его образность, его смысл при правильном подходе. Например, слово inspiration, да, то, что мы уже разбирали, есть слово спираль, есть слово spirit, есть слово in, что означает в по-английски спира, teon. Teon — это окончание традиционное для английского языка, которое сейчас вот и не идёт, in, в, соответственно, как приставка, и спира, то есть, по сути, inspiration, переводится как вдохновение, это именно нахождение в спирали, нахождение в потоке, нахождение в духе. Вот тоже очень такая образная картинка получается. Но почему иностранцы говорят, вот, я есть, там, Вова, я есть Майкл, потому что у них есть вот эта частичка is, которая является ничем иным, как наша частичка есть или is, или вот даже слово yes, английское, да, это является производным от слова is или от слова ясно. мне ясно, говорили ясно, ясно, ну и это вот значение слова да на английском языке, yes, да, ясно. Вот, и именно эта структура, она сохранилась в английском языке, тоже по историческим определенным причинам, и поэтому сама структура слова, что в нашем языке можно просто сказать, я Вова, да, в английском нужно обязательно вот эту частичку вставить, и это уже влияет, в принципе, на, ну как бы, на тип построения вообще слов, и на тип логического мышления. Это именно логика, это логическое мышление, и вместо того, чтобы укоротить и доступнее, и проще это сказать, как в славянском языке, человек везде начинает, если на нашем языке говорит, да, иностранец, он начинает вставлять, я есть, он есть, она есть, и так далее. Вот, поэтому это именно, мне кажется, связано еще и с логическим аспектом мышления, структурирует, когда ты структурируешь язык одним или другим образом. В этом плане санскрит, да, он еще более богаче, почему? Потому что в нем сохранилась, так сказать, такая вот очень сложная грамматическая составляющая, да, и вот эта грамматика, она также влияет на многообразие, на возможности языка. Санскрит считается одним из вообще самых сложных языков в мире, наравне там вот как раз русский, украинский, китайский и санскрит. Это вот такие самые сложные по грамматике и самые сложные по словообразованию. И самое главное, что это, ну, опять-таки, слоговая система, слоговая, слоговый принцип построения, что разбивается все не по буквам, не по отдельным звукам, а именно по слогам, по корням, по слогам. Ну, ты уже и ответил, наверное, на вопрос, разница в мысли между нами и иностранцами. Ну, да, да, по сути, вот такой ответ. Хорошо. Николай Карпов, вопрос в эфир. Слово лечит, калечит или еще как-то физически влияет на слушателя? Если да, то какая разница, на каком языке оно сказано? Как определить правильное слово от уже подвергшегося искажению? Опять же, три вопроса в одном. Интересно в самом вопросе лечит и калечит. Ка – это вообще на восточных языках обозначает как зеркальное отображение, темный аспект чего-либо. Вот кара, кара – это черный, да, на татарском языке. Ка – это именно как зеркальное отображение, поэтому мы наблюдаем слово «лечит», а калечит – это по сути зеркальное отражение «лечит». Тоже интересно, такое наблюдение, связанное с языками. Конкретно по вопросу я уже упоминал, что важно не само слово, а с каким оно позывом связано, с каким оно намерением сказано, энергетическим, прежде всего. А именно как определить, к сожалению, в мире сейчас нет ни одного словаря, кроме некоторых там особенных про языку я встречал в сети, есть определенные наработки, но они очень скудные. То есть берутся там несколько языков, из них выводится какой-то общий корень, и это делается какое-то общее слово, которое говорится, что это проиндоевропейский язык. На самом деле все связано сейчас, на данном этапе, все связано с чувствованием этого слова, как оно резонирует. То есть, например, если взять слово спасибо и благодарю, лаго, оно, как по мне, очень сильно откликается именно вот с тем языком, вот, потому что оно затрагивает как бы тоже очень многие образные моменты, лах, лех и лежит, это очень однокоренные слова, и слово лег, легкий, да, это очень легкое, такое вот высоковибрационное слово. Легкий, ну легкий вообще, оно тоже может восприниматься как высокие вибрации, потому что, по сути, чем тоньше измерение, чем тоньше пространство, тем оно для нас в нашем понимании может являться легким, и мне кажется, что изначальное слово легкий, именно корень лег, лег, оно обозначало именно вот этот тонкий мир, тонкий, непроявленный мир, который нас окружает. Именно поэтому есть слово ахил, которое сейчас ангел известно, да, и вот эта приставка ах и слово гел, если опять же знаменитое задом наперёд читаем, легка, вот, по сути, леги, гелы, ангелы, это те, кто находится на тонких вибрациях, на тонких частотах, и по-нашему они легки, они легкие, поэтому и слово благо, слово, если там благо, благо, да, и оно конкретно связано уже с Б божественным, да, и с тонко-вибрационным, тонко-материальным миром, если вот так вот первое, что приходит, какие образы это слово несёт, и, соответственно, дар, это вообще универсальное, общее для всех индоевропейских языков слово, которое означает одно и то же, по вести дар, это такое же самое значение, как и в санскрите дара, дхара, да, которое означает подарок, дар, ну, дар, это универсальное значение, вот, это именно то, что ты можешь, да, отдать, да, то, что ты можешь подарить, то, что ты частичку положительной энергии любви, безусловной, то, что ты можешь передать дальше. Поэтому слово благодарю и слово спасибо имеет несколько разные вибрации, которые можно прочувствовать, которые можно, ну, это к вопросу, как определить, да, это именно прочувствовать, что ближе конкретно вам, то есть, если мы выбираем из слов, которые употреблять, вот, то мы можем просто сесть и прочувствовать это слово, как оно резонирует с нами или не резонирует, вот, и впоследствии употреблять его и, возможно, и, скорее всего, если это целенаправленно делать, оно раскроет свой образ, оно раскроет ту неуловимую суть, которую, возможно, нельзя будет передать словами никакими, но это можно будет именно прочувствовать всеми фибрами души и перепередавать это дальше. Так, как определить правильное слово от уже подвергшегося искажению? Ну, это конкретно, опять же, методика прочувствования этого слова, потому что подвергшееся искажению, оно всегда будет сложным, слово ложь, оно будет иметь длинную структуру, немецкий язык это такой вот пример много составных и таких сложных слов, как по мне, пра-язык, он имел простую корневую структуру, которая очень просто и очень доходчива, то есть, чем проще, по сути, слово, корень, если мы это слово спокойно можем свести к одному корню, который определяет смысл, то, по сути, с большой вероятностью это слово, ну, мы говорим сейчас про славянские языки, в этом плане, конечно же, полезнее изучать именно пра-славянский, старо-славянский язык, в котором богаче, собственно, и по буквице, и по словам, которые сейчас из обихода ушли, да, он богаче в этом плане современных славянских языков, вот, чешский язык очень, кстати, классно, сохранил очень многие моменты, которые были потеряны в том же самом украинском, русском, белорусском, и если мы до простого сможем свести, обычно до простого корня, и это слово действительно простое, ясное, чистое, кристальное и доходчивое, именно в этом случае, скорее всего, даже если оно не является идеально проязыковым, потому что, повторюсь, нету сейчас вообще литературы по этому явлению и нету словаря, где мы можем чётко посмотреть, что это слово такое-то, такое-то, а это нет, вот, то есть, конкретно нужно искать то, что резонирует конкретно с вашими вибрациями и употреблять в повседневной жизни то, что действительно подходит именно вам, и заменять слова, которые не очень-то резонируют, как в примере «Спасибо, благодарю», на те слова, которые действительно несут более такую высокую вибрацию. Вот, по сути, это именно чувствование, это именно проникновение, ну, то есть, своя работа, собственное понимание и прочувствование. Я не требую тебе ответа по поводу вопроса на «Есть ли разница, на каком языке было сказано?», потому что ты приводил примеры, когда иностранцы говорили какое-то ругательное слово, вода реагировала или хорошее слово, вода реагировала, потому что здесь посыл важен. И еще один хочу маленький такой вброс на здравомыслие сделать. Вот много есть версий по слову «Спасибо». Вот вбрасываю еще одну версию для того, чтобы проверить здравомыслие людей. С-п-а-си-б-о-х. Паси. С-п-а-си-тебя-б-о-х. То есть, пасти как животное. Вот что скажете по поводу этой версии? Приживется она, не приживется? Может быть, посмеетесь? Такой небольшой тест на здравомыслие. А мы идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как известно, с конца 2012 года вибрации Земли стали возрастать. Через несколько лет люди начнут массово пользоваться телепатией и другими способностями. Вопрос на размышления. Благодарю. То есть, вибрации растут, мозг открывается. Будут ли люди массово пользоваться телепатией и другими способностями? Массово нет. Очень небольшая часть. Потому что в вопросе содержится аксиопа, с которой я не согласен. Почему? Потому что повышение вибрации Земли не означает естественное повышение осознанности людей. То есть, то, что я наблюдаю сейчас, очень много людей, стараясь как-то развиваться духовно или заниматься духовными практиками, они забывают самую главную суть. и они всё равно, считая, что они духовно развились, удовлетворяют своё эго. То есть, если мы имеем... Ну, сейчас о чём идёт речь? Это идёт речь о частоте Шумана, так называемой резонансе Шумана, которая составляла 7,3 до 2012 года. Сейчас она, не знаю, разные данные, ну, по-моему, там около 10 герц. Вот. Принцип какой? Что если мы вписываемся в эти частоты и параллельно с ними идём и резонируем, то мы остаёмся на планете и продолжаем дальше развиваться, дальше двигаться. Вот. Если мы не вписываемся, по какой причине или отстаём, или наоборот слишком ускоряем развитие, потому что есть примеры, они очень незначительные, но не есть, когда человек опережает своим духовным развитием эти частоты, то есть, ему не хватает заземления. Вот слово заземление тоже очень хорошее, потому что связь с землёй, связь с корнями, с предками, с родом, связь именно с материальным миром, которое, ну, это тоже очень, на самом деле, важно. Особенно сейчас, когда каждый пришёл со своей миссией помочь преображению земли, и он, ещё раз подчеркну, не сможет при помощи телепатии только медитации и молитвы изменить физический мир явный, да, потому что нужно ещё действительно методами явными, да, физическими, воплотить, реализовать то, зачем он пришёл, элементарно, рукоделие, для того, чтобы заниматься рукоделием, да, и чтобы вдохновлять этим людей, других, и, соответственно, было с чего жить, это самое элементарное, что вот может быть, нужно этому рукоделию научиться, нужно открыть и нужно физически работать, трудиться, да, труд, вот опять же, слово работать, трудиться, какое именно вам больше резонирует, труд или работа, вот, и по этой причине сейчас идёт на Земле с увеличением вибраций идёт именно потребность в том, чтобы физически донести в явном мире людям, которые по той или иной причине не успевают помочь им, ну, подтянуть их до нужного уровня вибраций, и опять-таки, повторяю, это возможно только при условии, что человек заземлён, что он действует в явном мире, что он не витает в облаках, опять же, выражение очень хорошее, витает в облаках, да, то есть он не пребывает здесь и сейчас, он, ну, стремится чересчур рано покинуть Землю и отправиться там к высшим вибрациям, но он забывает, что опять-таки у него есть определённый план на воплощение, у него есть план на развитие в этом теле, да, поэтому прежде времени как правило никому не дают уйти, пока он не завершит то, что начал, вот, и массовая телепатия не откроется сейчас, почему, потому что нет в этой практической потребности, когда есть интернет, когда есть беспроводные технологии, зачем нам телепатия, зачем людям как-то осознаваться, если есть все условия для комфорта, есть все условия для того, чтобы получить мнимое счастье, и вся система работает на то, чтобы поддерживать людей в мае, в иллюзии, вот, и очень большой процент, реально очень большой процент, он, ну, уверен, да, что, по сути, то, что, то, чем он занимается, действительно ценно, хотя, по сути, это может быть обычное паразитирование, да, точно, работать на какую-то паразитическую, систему, паразитическую установку, но искренне считают, что это правильно, что это нужно, и так далее. Поэтому, конечно же, частоты повышаются, важно поддерживать, развиваться, но при этом оставаться заземленными, оставаться практичными, и оставаться, не отрицать свой ум, не отрицать свою логику, не отрицать свое мышление логическое, потому что это очень важный инструмент, особенно сейчас, чтобы донести людям, элементарно, научно, да, показать, как это работает, не просто на словах, элементарно, ну, провести исследование, причем, что вся современная аппаратура это позволяет сделать. И таким образом, если ты донесешь это до человека, который действует только умом, тогда это может затронуть его сердце, потому что, когда ум соглашается с этой информацией, то это уже переходит в разряд чувствования, да, то есть первый этап пройден, и на втором этапе человек уже начинает задумываться и осознавать. Поэтому сейчас так много открылось просветительских каналов на YouTube, да, очень много открылось людей, которые вещают, и которые физически, опять же, при помощи языка доносят какие-то знания, информацию. конкретно вот ваше радио, да, оно посвящено именно этому, чтобы донести через физические способы, конкретно радио, это всё равно физически остаётся способом, хоть и основано на принципе волн, на радиоволн, донести именно информацию, чтобы человек, когда эта информация срезонирует, как я уже говорил, со внутренними его, со внутренними знаниями, распакует какую-то часть зип-архива, чтобы он уже начал это всё чувствовать и развиваться сам. Да, немаловажно даже человеку не просто распаковать изначально, а дать хотя бы направление мысли, потому что известно такое явление, когда человек не знает о чём-то, не подозревает, он на это даже и не обращает внимания. Да. А вот если обратить внимание на что-то, человек начинает задумываться, а где дума, там мысль, куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда жизнь. И поэтому человек перестраивается на другое, если ему хотя бы дать новые какие-то уровни обращения внимания, познания, направления и так далее и тому подобное. Ключевое слово «да», ты употребил именно слово «думать», что первично всё идёт через ум. И когда ум это принимает, тогда уже идёт развитие. То есть это реально направление. Направление мы можем дать через ум, через логическое начало. Если логика говорит, что да, это может быть, тогда уже начинается очень серьёзный процесс. Да, хотя логика она вторична. Сначала мозг получает просто информацию, на которую надо заостриться внимание, обратить внимание. То есть сказали какое-то слово, ой, а я даже не думал, что это за слово такое, да? Потом идёт разумение, разум, потом идёт включение ума, закрепление, и там появляется умение дальше, когда человек умеет что-то делать. То есть дума переходит в умение, когда оно закреплено, там уже в голове, в мозгах, и человек это может повторить. Вот это уже умение. А разумение – это когда он только размышляет, пытается понять. Вот так что здесь очень с мозгом много что связано, а вот умение как раз оно и мысли, вот эти думы и прочее, это как раз с мозгом, с умом всё очень связано. Реплика в эфир от Владимира Измытич. Алексей, ты же видишь разницу между нашими предками и современным человеком? Да, Владимир, вижу. Современный человек измельчал в прямом и переносном смысле. Согласен. Вот тот момент, когда стала появляться заметная разница между ним, вот тогда и была развилка. Ну вот видишь, какой ты молодец. Сразу бы написал это, и было всё понятно. Какой развилке ты здесь нам написал и на чём строится вопрос? Теперь к Михаилу. Дальше продолжение. Вот ты шутишь про телепатию. А ведь мы знали, что ты придёшь. И ждали. Потому что уровень сознания выше, чем среднестатистический. Иначе бы все ушли и не было бы эфира. Для нас это телепатия. А для тебя просто так получилось в кавычках. Шутил ли я про телепатию? По-моему, нет. Ну, не знаю, где тут шутка, честно сказать. Ну, если эфира состоялся, значит, это кому-то нужно. Как говорится, правильно? Ну да, шутки в сторону. Говорим о серьёзном, о телепатии. Ладно, идём дальше. Даже не знаю, что сказать, честно. Ничего, всё и так понятно. Хорошо. Вопрос эфира от Владимир Изматич. Михаил, что значит фраза, что вверху подобно тому, что внизу? И то, что внизу, подобно тому, что вверху. Малое подобно большому, а большое подобно малому. Ну, это значит то, что все мы являемся образом и подобием. Образом подобием Творца. И что мы все являемся его частью, по сути. Это теория единства, о которой я уже упоминал в предыдущих эфирах. И это теория фрактальности, которая, опять-таки, подразумевает ветки, да, от основного ствола, или ветки, ветки, что являются однокоренным. И маленькая всегда часть, маленькая веточка всегда отображает целое, как голограмма. Маленькая часть голограммы всегда отображает полную проекцию этой самой голограммы. Поэтому сознание Бога, сознание Творца, оно одновременно находится в нас, он выражает себя через нас. И при этом малое подобно большому, опять-таки, по принципу, что принцип двойственности применим, да, ну, из таких основных, и то, что на вскидку можно сказать, принцип мужского-женского начала, мужской-женской энергии, да, принцип троичности тоже применим, принцип развития вообще Вселенной, то есть движения, вот. Кстати, про слово движение интересно, да, задом наперёд, опять-таки, двукорядью читаем, движ, мы получаем слово жив, да, движение — это жизнь, аксиома. Вот оно именно образно заложено в слове движ — жив. Вот. И так же само в развитии Вселенной элементарно мы можем видеть в нашем вдохе-выдохе. Если мы посмотрим на философскую концепцию тех же самых, вот, той же самой Индии, есть понятие Брахмана — это сознание Творца, который создал видимую Вселенную. И Брахман, он имеет свои циклы, равняющиеся там определённым миллионам лет в нашем понимании. И там есть концепция конкретно очень философская, очень глубинная, с дыханием, с дыханием Брахма, когда Брахма выдыхает, да, создаётся вся явная Вселенная, и она развивается до тех пор, пока Брахма не начнёт назад вдыхать. И когда он выдыхает, то Вселенная фрагментируется, делится на маленькие части, сохраняя целое. Вот. Он себя разделяет на многие индивидуальности, чтобы познать лучше окружающий мир. И впоследствии он, когда вдыхает, все эти части маленькие и фрагментики, они собираются снова в целое и возвращаются в исходную точку. И так продолжается каждый новый вдох и выдох. Такой же принцип сохранён, в принципе, и у нас, да, то есть наше дыхание, оно создано именно по этому принципу. И самое важное осознать то, что мы сейчас, как духовно осознающие себя Личности, мы идём в направлении соединения, потому что мы уже прошли этап становления до развития, до самых мельчайших жизненных форм, да, конкретно я говорю, если по перерождению это брать, это именно опыт минерального царства, опыт растительного животного царства, человек, и дальше идёт уже развитие в кристаллических телах, в более высоких мерностях, да, и если мы осознаём то, что мы движемся действительно в сторону уже соединения, то это очень большой, важный шаг, очень важный этап для того, чтобы осознать себя и начать действительно возвращаться к тому, чем мы по сути являемся. Это, вот именно это называется то, что было прозвучало в вопросе малое подобное большому, большое подобное малому, и принцип голограммы, принцип фрактальности. Понятно. Идём дальше. Ещё реплика и вопрос. Александр реплику к тебе обращает. Благодарю за красочный ответ. У меня тоже картинки пошли. Ну и вопрос эфир от дяди Стёпы. Дядя Стёпа означает, что человек подписался по-иностранному или вообще не подписался. Есть предание. Очень давно люди строили башню к Богу, Бог разгневался на людей и наградил их разными языками. Стройка остановилась, перестали друг друга понимать. Так какой язык был первичный? Ну если мы говорим о том самом библейском сюжете, который в вопросе упоминается, о Вавилонской башне, вот, по сути, есть очень интересная теория, я озвучивал в своё время ещё Сергей Данилов, о том, что каждое слово, по сути, это вот кирпичики в Вавилонской башне, что вот этот аллегорический, метафорический процесс строительства башни, это по сути процесс выстраивания какой-то системы первичного языка, который в один момент по причине того, что люди посчитали себя отделёнными от Бога, он разрушился, да, и растерился на множество маленьких кирпичиков, множество маленьких камушков, осколочков, которые стали, ну, разделились на разные языки, вот, и по сути, вот эта вот идея строительства Вавилонской башни основана на том, что люди уже перестали понимать Бога, в том, что Бог присутствует в каждом из нас, они, вот, концепция, да, поменялась, и они вместо того, чтобы искать Бога внутри себя, они его начали искать на мнимых небесах и пытаться к нему достать, хотя это, ну, безумие, потому что, по сути, Бог во всем, что есть, во всем, что проявлено в целом, и мне кажется, именно эта философская идея заложена в этой легенде, в истории библейской, о том, что люди попытались, опять-таки, по причине отделения, ну, то есть, по причине уверенности в отделенности своей, да, что Бог где-то там высоко на небесах, а это уже концепция разделения, это концепция отделения от целого, они попытались к нему добраться, до него достать, и, соответственно, они начали ссориться между собой, они начали конкурировать между собой, да, кто больше достоин любви Бога, а кто нет, хотя все в равной степени заслуживают любви Бога и достойны, потому что мы все изначально состоим именно из любви, это наша природа, когда мы говорим о том, что мы каким-то образом начинаем культивировать себе чувство любви, ну, это неправильно, потому что мы уже состоим из этой любви, мы состоим из этой божественной энергии, просто у нас есть очень множество блоков, очень множество преград, которые мы же сами себе на определенном этапе развития поставили, наша задача просто убрать эти преграды и вернуться к себе истинному, к себе целостному, законченному, вернуться, ну, по сути, к Творцу, к первоначалу, к первой истоку, как на вдохе того самого Брахма, на примере, который я приводил. Я бы всегда осторожно относился к легендам иных народов, которые являются уже здесь как-то собирательными, особенно в том случае, если разговор идет о каком-то Боге, который всех постоянно наказывает. Я еще раз подчеркну, что именно концепция Бога, который всех наказывает, и то, что кто-то лучше заслужит или хуже любви Бога, это уже относится к манипулированию конкретно, да, то, о чем ты хочешь сейчас сказать. и к тому, что концепции были привнесены определенными созданиями, да, для того, чтобы контролировать и манипулировать этим сознанием, для того, чтобы разделять, а не объединять. Я почему это вот упомянул очередной раз, потому что очень много появилось людей в славянстве, которые говорят о том, что якобы нас поработили, о том, что якобы мы кому-то подчинены и так далее, и тому подобное, но при этом все свои рассуждения строят на парадигме, которая включает подчинение нас, то есть славяно-арийские народы. И выходит так, с одной стороны идет разговор, что надо уходить из-под подчинения и становиться хозяевами своей земли, то есть возвращаться в тот статус, в котором мы находились, возвращаться в свое бытие и естество, но при этом почему-то пытаются найти какие-то корни свои, какие-то условия жизни в той парадигме, которая настроена против нас. Но вот это для меня тайна за семью печатями. Как вы можете пользоваться парадигмой для восстановления своих родов, если эта парадигма настроена на уничтожение ваших родов? Вот для меня это непонятно. Специально созданное какое-то генетическое оружие против, например, вот этого человека, оно будет уничтожать именно этого человека. И если этот человек попытается это генетическое оружие применить против кого-то другого, чтобы стать здоровым и счастливым, как он только включит его, он будет уничтожен. Вот когда славяна-арии, славяна-русы берут за основу иные какие-то сказания, предания, образ существования и при этом хотят выйти якобы из подчинения, они тем самым включают вот это самое созданное против них оружие и потом удивляются, почему-то ничего не получается или получается плохо. Вот у тех получается, а у этих не получается. Да потому что для тех это оружие победы, а для вас это оружие поражения. Поэтому я предлагаю внимательно изучать не только то, что кто-то говорит, а еще изучать откуда это он взял, а не попутал ли что-то автор, когда пытается на это ссылаться. У нас сейчас еще раз говорю, очень много появилось говорящих голов, которые смешивают все вместе. Там и ангелы, и боги, и веды, и библия, и что только там нет. Все вместе замешано так круто, что вообще там голова кипит. Мозг хочет выйти и сходить куда-нибудь в прорубь понырять, чтобы охладиться. Я обращаю ваше внимание, не надо брать за основу то, что нацелено на ваше разрушение. Вот и все. Иным народам это хорошо, но есть же такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть не все немец может взять от русского, и не все русский может взять от немца. Причем немец это не германские племена, немец от который немой, который не разумеет, не понимает и не говорит на наших языках. Вот это имеется ввиду немец. Ну ладно, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что тебе есть сказать в заключении по теме языковедения происхождения современных языков? Пожалуйста, Михаил. Ну, то, что я уже озвучивал, это что каждый из нас может по мере своих сил обращать внимание на то наследие, которое у нас есть, элементарно это то, посредством чего мы выражаем свои мысли, думаем, это язык, это конкретно говорю про славянские языки, то, что нам доступно, если кто-то заинтересуется, то это и санскрит, это и другие языки, которые близки к праязыку, элементарно я изучаю параллельно еще и Весту, ну, это тема отдельной беседы, а самое главное это видеть собственно то, что опять-таки единство то, к чему я призываю, то та концепция, которая самовополагающая в том, что я делаю, именно единство в том, что это некогда было, это можно в принципе к этому прийти, вот, пойти дальше, пойти на уровень телепатии, пойти на уровень вибрационного какого-то обмена энергии, да, без лишних слов, но для того, чтобы научиться решать сложные математические уравнения, для начала нужно научиться решать простые, языка, когда вы начнете задумываться, начнете видеть красоту языка, его многообразие, многообразие, его вибрационную структуру, да, я постарался как мог передать именно влияние вибрационное вообще языка на то, что есть у вас, потому что языком вы можете структурировать пространство, вы можете наговаривать, заговаривать в положительном смысле, да, то есть вот эти заговоры воды и наговоры, они все основываются на влиянии вибраций, подаче энергетическую и конкретно на определенные слова, и мне кажется даже больше, конечно же, важен энергетический посыл, то есть когда вы начнете следить за тем, как вы говорите слова и какие употребляете слова, то это в значительной мере поможет вам в вашем становлении, в вашем развитии, в открытии вашего предназначения, вашей миссии и в понимании того, зачем вы сюда пришли, что вы можете дать людям, что вы можете делать и каким образом вы можете донести то, что есть внутри вас самих, то, что на определенном этапе открылось в вас, то, чем вы живете, при помощи каких средств вы можете это донести, можно это донести разными средствами, например, сейчас очень хорошо это можно сделать при помощи визуализации, то есть это видео, видео индустрия, опять же, ее можно направить в разные русла, как мы видим, на ютюбе полно роликов, которые направлены на деградацию, но также сейчас появляются люди, которые посредством видео они заставляют задуматься, они вещают какие-то светлые идеи, светлые мысли и поворачивают действительно сознание людей и помогают. Но без языка на данном этапе становления обычный видеоряд, да, он воспринимается хуже, чем если вы сможете озвучить свою концепцию, вы сможете четко донести людям, которые нуждаются в том, чтобы вы смогли дать им какую-то частичку для распаковки знаний, да, вы смогли им передать какую-то информацию, какие-то знания, именно каким образом и какими последовательностями слов и на каком языке, это тоже немаловажно, вы сможете это в них раскрыть, вы сможете передать это им и действительно помочь осознать себя в частичку Божественного неделимого Творца, который состоит собственно из Любви, как все мы состоим, и помочь просто вернуться к тому, что никогда было потеряно. И вот если вы начнете обращать внимание на богатство, которое есть у нас, на язык, то в вашей жизни будет очень много изменений, положительную сторону, очень много позитива, вы сможете качественно доносить свои мысли и свои знания, которые есть у вас другим людям. Благодарю. У нас на Земле присутствует множество людей со своим генотипом, разные так называемые народы. Каждому народу свойственен свой язык. Этот язык отражает его генотип, отражает его сущность крови. Если менять язык, то в этом случае будет меняться его естество. и человек так или иначе будет слабеть. Будет слабеть сам человек, его семья, его община, его род, его страна. Поэтому кто-то обдуманно или случайно, в чем я сомневаюсь, делал многие внесения и искажения, в том числе и в наши языки, в том числе в наш древний язык, который был разбит на множество других подразделений. Здесь убрали это, здесь убрали то пятое-десятое. Получилось изменение мышления, получился различный взгляд на жизнь и народы стали разъединяться, от одного рода стали разъединяться. И мы сейчас прекрасно видим, как братские народы иногда тычут друг другу пальцем и говорят что-то очень непотребное, очень что-то злое и гадкое, то, что разрушает и их род, и наш род, потому что он един. Когда ты говоришь что-то плохое про своего брата, ты разрушаешь часть своей генетики, часть своей крови, часть своего рода, потому что ты хулишь свой род, из которого произошли все братья. Это надо учитывать. Так вот, кто-то специально стал вводить эти изменения для того, чтобы мы разошлись, для того, чтобы мы стали мыслить иначе, для того, чтобы мы стали нарушать свое естество. Сейчас только в русском языке более 30 тысяч иностранных слов. Если каждый день осмысленно заменять, подбирать замену для иностранного слова и заменять его на русское слово, то в этом случае нам на это понадобится примерно 90 лет. Даже если учесть, что только треть из иностранных слов употребима, то в этом случае нам понадобится 30 лет. Вот теперь себе представьте, какой труд перед нами стоит для того, чтобы вычистить свой язык, начать правильно произносить слова осмысленно и образно уйти от безобразия для того, чтобы восстановить полностью все свои возможности через раскрытие генетического своего естества, то есть крови и рода. Вот такая сейчас на нас лежит ответственность. Хотите в это верьте, хотите в это нет, дело ваше. Но я любому предлагаю об этом задуматься. Задуматься и начать действовать. Не против кого-то, а для чего-то. Для воссоздания своего естества. Далее мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 30 января 2018 года вторник, по одному из старинных десятый день месяцев юга стужи 7500 26 лет и четверик, языковедение происхождение современных языков. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Михаил Волк, низкий поклон тебе, Михаил. Также благодарю всех, кто участвовал в нашем эфире вопросами и репликами «Так держать, друзья мои, вместе сделаем мир лучше». Желаю всем добра, быть добру, увидимся и услышимся. Благодарю всех, до свидания. Народная Славянская Радио Пора просыпаться. Редактор субтитров